Ну даже вот семечки, если мы щелкали, мы тоже это все складываем, не выбрасываем вот здесь вот. Потому что сами же отдыхаем здесь же. Надежде очень нравится отдыхать на берегу Пиленского пруда. Да и маленькому внуку Дании это место по душе. Только вот не все отдыхающие любят за собой мусор убирать. Вдоль дорожки к пляжу растут мусорные кучи. Уже даже отдохнуть негде стало. Это уже со слов жителей нашего города. Везде свалка. Придешь поплавать, отдохнуть с детьми и даже негде отдохнуть. В лес, но не по грибы, а за мусором. Сегодня активисты общественных движений и люди с ограниченными возможностями здоровья решили провести акцию «Чистота, где отдыхаем» и помочь горожанам прибрать территорию. Прямо по курсу первый объект. Чтобы разобрать эту неорганизованную свалку, нужны усилия всей бригады. Руками одели в двух перчатках и будем убирать. В завалах бутылки, банки и даже галоша. Хотя жаль, что одна. Художника Михаила Анисимова, который тоже присоединился к акции, подобные находки не вдохновляют. Хотя есть творческие личности, для которых такая куча мусора – арт-объект. Был Тапиес. Такой художник. Он уже умер, правда. Он специально ходил в мусорные свалки писал. Да много на Западе таких. Но дело в том, что там на Западе мусорки-то яркие. Не как у нас. Руслан только что взял в руки мешок и пошел от берега к лесу. Через пять минут уже хвастается уловом. Ну вот, например, вот такая бутылка из-под пива. Вот. Ну, пачка сигарет. Он считает, что проблема решаема. Стоит оборудовать этот пляж специальными контейнерами и научиться убирать за собой. Ведь прежде всего важна культура поведения. Народ должен любить свою, как бы, эту природу. Например, как это вот в других северных странах сделано, скандинавских. Там же его совсем не мусорят. Прибрались на славу. На месте собрали 40 больших мешков с мусором, которые помог вывести госпиталь ветеранов-воин. Организаторы говорят, что подобные акции станут доброй традицией. Нам поступают предложения от граждан. Мы это все обсуждаем, чем мы можем помочь. Александра Поддубная, Влад Черноусов, Интера ТВ. Продолжение следует...